Я четко понимаю, что мы с нашей музыкой находимся в очень важном историческом отрезке времени, цивилизационном, что мы нужны в этой стране, этим людям, нашим людям. Вообще, славянский мир, мир народов и Белоруссии, и России несет очень большую ответственность вообще за судьбу цивилизации. То, что здесь место традиционных ценностей, здесь место православных ценностей, здесь место силы. И именно отсюда идет спасение человечества, которое сейчас в очень сложной ситуации. Сюда приезжаю с каким-то трепетом, и, конечно же, славянский базар, его масштаб, мирового значения мероприятия однозначно. В служении, вообще я вижу смысл своей жизни, в служении музыке, людям, делу, и понимание глубоких духовных, большинственных законов приводит к тому, что имеем то, что имеем. Мы имеем конфликты, имеем войны, имеем жадность, имеем борьбу за ресурсы, расталкиваемся локтями, не понимаем единства своего человеческого, получаем замечательную плюху. Вы когда-нибудь задумывались, вообще, сколько лет вы с гитарой? Достаточно долго. Видимо, вся сознательная жизнь, такая осознанная уже, она связана с гитарой, с инструментом, с музыкой. Ну, я счастлив, что именно музыка стала таким, вообще, опорным таким моментом в жизни. И когда сложно, музыка, и когда весело, тоже музыка. И когда философские раздумья, тоже музыка. Притом, не обязательно ее играть и сочинять, ее достаточно просто слушать. И напитываться от той музыки, которая окружает меня, этой классической... Что, вы живете вообще в этом, получается? Ну, просто вообще, ее много, она окружает. Вообще-то, великий, божественный язык. Я хочу всегда про это сказать, прежде всего, что язык музыки, звука, гармоний, тембров, красок, это великий, божественный язык, который нам спослан свыше. И, конечно же, ее услышать, расслышать, это такой же не менее важный талант, как ее и создавать, сочинять. По-моему, даже еще более важный талант уметь услышать и разглядеть в этом мире и удивительном красоту, красоту природы, отношений, истории, людей, архитектуры и, конечно же, искусства музыкального. Поэтому многим говорю, ребят, конечно, можно научиться играть на инструменте, но не менее важно научиться слушать ту музыку, которая нас окружает. Это же разные. Разные вещи, да, но вот они как раз взаимосвязаны. Увидеть, услышать, впитать, поэтому музыка окружает с детства. А вот, а как это происходит у вас? Вот мне всегда было интересно, вот, например, поэт, но знакомого спрашиваю, он говорит, я вообще, вот он пишет стихи, я, у меня, говорит, бывают моменты, я просто, вот, у меня информация какая-то идет, я успеваю, еле и успеваю записывать. Потом записываю быстро-быстро-быстро, потом уже там как-то поправляю, вот так получаются стихи. То есть я не сижу, говорит, там, подбираю рифмы, там, что-то такое. Как вот в вашем случае с музыкой происходит? Тоже по-разному. Иногда это тяжелый труд, просто перебираешь, прям перебираешь ноты, звуки. Иногда даешь себе установку, что сегодня нужно что-то вот просто вот креативное создать. Иногда это очень легко и прям во сне может произойти. Иногда это просто на диктофон что-то может намурлыкать такое, потом слушаешь, увидишь, в этом есть смысл. Очень всегда по-разному, но точно что чувствительность нужна, и свои антенны, и свои радары нужно очень чувствительным в состоянии держать, чутком, открытым и честным. Прежде всего, честность с самим собой, с внешним миром, который окружает. Вообще честность очень важное качество для любого человека, потому что открывается интуиция, ты начинаешь понимать чуть-чуть мир, точнее, будущее предвидишь, потому что ты честный. А мир, он по честным законам, добрым, создан. Поэтому быть в гармонии и честности очень важная составляющая и для любого творческого человека, и для поэта в том числе. И вообще люди, которые создают, они такие чувствительные, достаточно тонко настроены, на своих вибрациях достаточно тонких находятся. И от этого получается уловить то неосезаемое, что нас окружает в мире. И это называется творчеством. Это называется удивительным творчеством, качественным, тонким, порой гениальным. Но вот это вот такое загадочное, совершенно волшебное ощущение, имеющее, повторю, божественную природу. При всем при этом, вот это сказочное, сложно описуемое словами, божественное, оно присутствует тоже. Но вот в это состояние, когда, ну вот как вы говорите, антенны правильно настраиваются, у него можно как-то прийти намеренно? Или это от вас не зависит? Ну, желание, конечно, желательно, чтобы было. Вообще оно есть внутри у каждого человека. Он, в общем-то, приходит в этот мир со своим предназначением. Его найти важно. По-разному каждый человек в этот мир пришел для своей какой-то удивительной задачи. Найти эту задачу, определить ее. Но это вот наша миссия в какой-то степени. И родительская, когда мы с детьми занимаемся, воспитываем. И наша, собственно, по жизни вообще задача понять, к чему тянется душа. Где мы находим успокоение в сердце, где мы получаем радость. Где мы получаем то дело, которым готовы заниматься вечно, постоянно. Не временное какое-то дело, задача, а именно вот в вечности понять, что этим мы можем заниматься с удовольствием и с радостью. Эта задача философская, большая, глобальная. Но человек чувствует, талантливый человек, он внутри чувствует, что вот этим он хочет заниматься. Это его. Он от этого получает удивительное удовольствие, прежде всего состояние радости, спокойствия, гармонии в душе. И начинает этим заниматься, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. Ни зарплаты тут его, ни бытовые, ни устроенности, ни удобства, ничего на него не влияет. Он просто этим занимается, потому что получает ощущение радости. Вообще, это камертон очень важно, получать радость от того, что происходит. Вне зависимости от тех бурь материальных и жизненных, которые нас могут окружать. Для меня музыка таким является удивительным моментом радости, где можно найти и поддержку, и успокоение, и релаксацию, и подъем, и энергию, и импульс какой-то для дел, для действий. Я этому счастлив. Ну, так сложилось, что в музыке вы нашли гитару, или гитара нашла вас. Я не знаю, как вы это сами определяете. Ну и, в общем-то, за время, которое вы уже выступаете достаточно долго, в общем-то, ваша фамилия и такое понятие, как гитарист-виртуоз, ну, стали фактически синонимами. Вы чувствуете такую, знаете, ответственность за целое направление музыкальное, может быть? Ну, определенная ответственность есть, конечно. И понимаю еще тот груз такой, может быть, еще... Ну, не хочу говорить слово «важности», но, наверное, да, вот это опять же слово «ответственность» перед молодым поколением, которое тоже смотрит, впитывает, ходит на концерты, слушает музыку. Есть это, но вместе с тем я не хочу, чтобы это отвлекало и мешало от сути. А суть — это, прежде всего, красивая мелодия и музыка. Это тот совершенно честный посыл, с которым мы вновь и вновь выходим на сцену. Классно, радостно, волнительно, ответственно. Какие-то еще могут быть слова, но я тут вот так вот даже описываю. А каждый выход на сцену волнительный? Волнительный, конечно. Каждый выход волнительный. Несмотря вот на опыт. Да, несмотря ни на что, потому что, ну, это живой концерт. Это очень сложный механизм, на самом деле. Это работа команды, это работа группы. Это очень тонко настроенное вообще такое явление, как концерт. Это долгие подготовки, репетиции, это музыка, это сочинение музыки. Что вы чувствуете, когда волнение хорошее? Нет, перед выходом я понимаю, когда, допустим, концерт отыгран, и когда зал, если хорошо принимает, а я знаю, что вас принимают хорошо. Вот я знаю людей, которые говорят, я не могу без сцены, я долго не мог понять, почему они так говорят. Вот. И пока, наверное, сам не почувствовал, что такое, когда из зала идет энергия вот на тебя. Вы как ее воспринимаете? То, что выплеснул все, что было, отдал и полностью опустошен, но вместе состояние радости и потом появляется состояние постепенно опять наполнения, только потом плавно оно наполняется. Знаете, мы даже с медиками как-то замеряли, у них есть там приборы, которые замеряют там энергетические все вот эти волны, импульсы и прочее. Они там датчики ставили на меня, перед концертом замеряли, потом после концерта. И у них там удивительные были совершенно результаты, потому что до концерта было там 100 единиц шкала, вот перед концертом она почти на максимуме, а после концерта она на нуле, эта шкала. То есть отдали, получается, все. И очень важное тут наблюдение, что не просто отдал, а что приняли, что это приняли, зрители это приняли, то есть им нужно. Я четко понимаю, что мы с нашей музыкой находимся в очень важном историческом отрезке времени, цивилизационном, что мы нужны в этой стране, этим людям, нашим людям, этой стране, нашей стране, родине. И эта творческая энергия совершенно четко находится в нужное время, в нужном месте. В свое время было ощущение, что мы чуть опережаем время со своей музыкой. Теперь уже сравнялись мы, и это понимание усиливается у меня с каждым годом. Мы нужны здесь, в этом месте, с этой музыкой. Не там, не где-то, не за границами, не в Забугорьях, не где-то в каких-то других географических точках, а именно здесь. Вообще, славянский мир, мир народов и Белоруссии, и России несет очень большую ответственность вообще за судьбу цивилизации. Потому что здесь место традиционных ценностей, здесь место православных ценностей, здесь место силы. И именно отсюда идет спасение человечества, которое сейчас в очень сложной ситуации. Потому что погоня за материальным, за деньгами, отсутствуют четкие ориентиры в жизни у людей, в мире. Это приводит к проблемам и может привести к глобальным катастрофам. Именно здесь православная славянская территория, она является местом силы, местом спасения цивилизации. И мы с нашей музыкой помогаем этому процессу. Это вот у меня глобальное такое совершенно четкое космическое понимание всех процессов и творческих, и музыкальных, и геополитических вместе. То есть музыка, как, ну если перефразирую известную фразу, красота спасет мир, музыка может спасти мир? Конечно, конечно. И это было, это было, пускай это по крупеицам, пускай понемножку, каждый человек, каждый творец, музыкант, художник, поэт, ученый, дизайнер, медик, химик, физик, кто занимается тонкой, креативной, интеллектуальной, творческой работой, он должен понимать эту ответственность, что это вообще очень важный процесс, что какой-то химик может изобрести лекарство, которое может изменить ход истории, музыкант может придумать композицию, мелодию, творческое решение, которое изменит ощущение вообще внутри человека. И вообще это к душе, это к тонкому миру, к тонкому плану музыка апеллирует, и это ответственно. И поэтому к вашему вопросу, чувствую я ответственность, конечно же, чувствую, и такого масштаба тоже. Конечно же, локально в рамках зала, но я понимаю, что цифровой мир прозрачный дает возможность музыке вырваться из этого концертного зала, он попадает в наши телефоны, смартфоны, телеэфиры, наше сегодняшнее с вами интервью. Потом будут смотреть через годы и через десятилетия, и кто-то увидит и услышит какие-то истинные откровения, для кого это окажется жизненно важным. Поэтому ответственность и ваших журналистов, как людей, которые работают в медиа, в телевидении, в радио, в других средствах массовой информации, очень важна. Опять же, важно придерживаться правды, точности и честности, потому что это сейчас очень редкий звери, если можно так сказать. Очень много фейков, лжи, подстав, подмена истин. И это большая проблема современного цифрового мира, где черное называют белое, а где сладкое называют горьким и так далее и тому подобное. Поэтому наша с вами задача честно, правдиво говорить о мире, о законах, о духовных законах, о законах жизненных, о законах государства, о законах творческих. Это ответственно. Славянский базар. Давняя история отношений у вас с ним. Как вы на нее смотрите? Как для себя вы отдаёте характеристики этим отношениям? Ну, я, наверное, понимаю, это любовь. Видимо, да. Ну, только люди. Конечно. Ну, во-первых, это с 90-х годов у меня уже наше взаимодействие и творческое такой союз. Потом это было начало 2000-х. Мне нравится фестиваль, атмосфера, как все организовано, прежде всего. Все четко. Все достойно. Творчески разнообразно. Конечно же, я хочу выступить с большим концертом на сцене большого амфитеатра. Потому что то творчество, тот багаж творческий, тот музыкальный багаж, с которым мы уже объездили очень много и стран, и городов, и лучших концертных залах мира. Конечно же, хочется это познакомить и витебского зрителя, и фестивального зрителя на площадке большого зала амфитеатра. Мне вообще Витебск нравится, потому что еще в 90-х годах фестиваль инструментальной музыки «Министрель», гитарный фестиваль, он же здесь имеет корни отсюда. И Эдуард Чернерчан, и Марина Романовская, замечательные мои друзья, которые организовывали и фестиваль современной хореографии, и фестиваль гитарной музыки. Отсюда начиналась история моя как музыканта. Я всегда с радостью, с теплотой вспоминаю Витебск, сюда приезжаю с каким-то трепетом, и, конечно же, Славянский базар, его масштаб. Мирового значения мероприятия однозначно масштабно, классно, мультиформатно, тут можно все и всех увидеть. Много старых знакомых, много новых знакомых. Отличная сцена, великолепный звук. Что можно еще говорить? Хочется вновь и вновь приезжать, дружить, со творчеством заниматься, с замечательной командой творческой фестиваля. Так что, я думаю, что нашей дружбе быть, и мы будем приумножать. Вернемся к гитаре. Инструмент-то относительно молодой. Молодой. Но вместе с тем, насколько он поэтизирован, романтизирован? Вот что в ней такого? Вот как-то да, один из молодых таких инструментов, вообще еще история, по-моему, даже двухсот лет не насчитывает. Но полюбился он слишком как-то всему человечеству. Это гитара и в рок-музыке, и в современной, и романс, и фольклор, и классика. Все объединило в себе гитары. Она развивается, она множится. Ее много разных видов, подвидов. И семиструнные, и двенадцатиструнные, и электро, и комбики, и примочки, и электрические, всякие компьютерные приспособления. Все это вокруг гитары. Прежде всего, она мобильна. Ее можно взять с собой, и ты уже у костра с друзьями можешь петь песни. Это и бардовский формат какой-то, это и композиторский прежде всего, потому что на ней очень удобно сочинять. Она очень близка с голосом, под нее удобно петь. Она достаточно проста на начальном уровне для того, чтобы ее освоить. Потом начинается космос безграничный. Там ты понимаешь, что совершенно удивительный инструмент со своими безграничными возможностями. Но на начальном этапе прикоснуться к музыке через гитару очень удобно. Это инструмент доступный, он компактный, повторюсь. Шесть струн, там нейлоновые, стальные струны и прочие. И ты получаешь уже какое-то звучание, окунаешься в мир музыки, и все становится как бы хорошо вокруг тебя. И ты можешь получить и медитацию. Более того, именно спектр гитарного звука очень благотворно влияет на наше внутреннее состояние, на давление. Вот это на физические какие-то аспекты, на сердечную деятельность. Поэтому это еще и способ релакса, релаксации. То есть инструмент, который ты прижимаешь близко к себе, начинает вибрировать, резонировать. И эти струны на нас оказывают еще умиротворяющее, успокаивающее, совершенно удивительное такое влияние. Ну и, конечно же, сочинять. На ней очень удобно сочинять, потому что ты берешь инструмент, и у тебя уже гармония, аккорды, ритмы. Тут у тебя и басовая линия, и ритмическая, аккомпанемент, и мелодия. И все это близко, повторюсь, к голосовому такому диапазону. Тесситуре, поэтому инструмент стал популярным. История гитары развивается, но она совершенно удивительна. Очень много интересных молодых музыкантов. Появляется фингерстайл на стиле, появляются какие-то тейпинги, появляется электроника. Мастера конструируют, экспериментируют с деревом, с материалом. И вообще просто потрясающе безграничный совершенно космос у этого инструмента. Мне нравится смотреть, что происходит. Смотрю, наблюдаю. Пробуйте сами. Конечно. Вот те самые новаторства. Я смотрю, и насколько возможно, насколько позволяют мне мои возможности технические, физические, я с удовольствием стараюсь прикасаться. Но не забываю эту базовую традицию, от которой я отталкивался. Это прежде всего классическая гитара, это прежде всего испанская фламенко гитара, это прежде всего акустический звук, это нейлоновые струны, это классический строй, это то базовое, традиционное, от чего я начинал. И в принципе от этого желательно любому музыканту, который хочет заниматься гитарой, тоже отталкиваться. Классическая гитара, гитарная школа, гитарная классическая постановка – это основа. От нее уже дальше начинают расти ветви разных совершенно инструментов, подходов, взглядов, мировоззрений гитарных. Но классическая гитара – это база и основа традиционная, от чего, в общем-то, начинается отсчет. Здесь бесконечное количество удивительных музыкантов, которые заложили основу классического звука. Это и пластинки, это классика, это переосмысление классической музыки, мировой, и специальный репертуар, который пишется и писался для гитары, и современная гитарная музыка, к которой я принадлежу. Я занимаюсь современной инструментальной гитарной музыкой, но на базе все-таки классической гитары. Так что инструмент удивительный, волшебный совершенно, и у него потрясающее будущее. Вы родом из Гродно. Бывает ли, получается ли бывать на малой родине? Конечно, бываю. Гродно очень люблю, друзья, знакомые улочки, удивительный совершенно город. Как и вся Беларусь, она очень красивая. Вся Беларусь красивая, чистая, ухоженная, порядок, доброта, добродушие, приветливость совершенно белорусов. Меня всегда радует, и я счастлив, что я родился на этой земле. Конечно, в Гродно приезжаю с удовольствием, с большим трепетом хожу по этим улицам, на которых прошло детство, на которых играл на улицах. Люблю город. Бываем с концертами, может быть, не так часто, но в этом сезоне у нас запланировано осенью гастрольный тур по Беларуси, и, конечно же, будет Гродно. Так что с предвкушением, с таким творческим совершенно приездом мы планируем вновь быть. Бываю летом, это связано с отпуском, так что всегда приезжаю, сажусь в машину из Москвы, приезжаю в родной город Гродно, нахожусь какое-то время, отдыхаю, набираю сил, энергии. Вообще, место, где мы родились, это место нашей силы. Нам периодически нужно там бывать, потому что там мы заезжаемся. Это место не случайно на земном шаре является родным, место, где мы появились на свет. Я это ощущаю совершенно точно, и меня тянет, и я приезжаю, и когда прям тянет, я понимаю, надо приехать, надо опять побыть. И лето самое лучшее время, когда погода позволяет, когда можно побыть со стихией воздуха, речки, речка Неман, удивительно, лес, природа, приграничный совершенно удивительный город Гродно, так что признаюсь ему в очередной раз в любви. Вы несколько раз уже употребили в нашем разговоре вот это выражение места силы. Вот когда будете уезжать из Витебска, не первый раз в своей жизни, и когда обычно вот уже уезжаете из фестиваля, или даже после какого-то концертного тура, вот ощущение внутреннее какое у вас? Вы отдали и уезжаете? Или взяли? Конечно, отдал. Конечно, отдал. Мы приезжаем сюда подарить, отдать, поделиться, выплеснуть, помочь, поддержать, подсказать. Вот такие слова прежде всего приходят. Это и вообще в служении, вообще я вижу смысл своей жизни, в служении музыке, людям, делу, выбранному делу, той цели, которая появилась в детских, совершенно еще неосознанных моих годах, отдавать, дарить. И вот в этом я вижу счастье, и вижу радость, и вижу гармонию, и успокоение. Ощущение радости, когда ты подарил, отдал, и ничего не нужно взамен. Честное слово, вообще ничего не нужно. Вот все, все оно само по собой решится, за меня все это решат. И вообще о будущем не думаю, потому что будущее это вообще не моя территория. Поэтому подарить, отдать, поделиться, с радостью это сделать, кого-то на какой-то путь даже, может быть, направить. Очень ценю молодых, юных, начинающих. Для меня это важные совершенно зрители, важные люди. Вообще выход на сцену – это сильный ритуал, это значимая совершенно вещь. Я помню, как я маленьким мальчиком сидел в концертном зале и смотрел, совершенно затаив дыхание на тех артистов, которые выходили на сцену. И это было достойно. И хорошая школа для меня была ансамбль «Белая роса», в котором я проработал звукорежиссером. И Штоп Евгений Александрович, художественный руководитель, он был такой добрый, той старой школы закалки артистической, такой балетной, правильной. И сцена – это очень важное совершенно место. Это место чистоты, это место ритуальное, это место священное. Ты выходишь, ты с чем-то выходишь. У тебя за душой должно быть что-то. Посыл, месседж, о чем ты хочешь сказать. Для чего ты вообще сюда вышел? Что ты артист, если ты называешься артистом, хочешь сказать зрителям, которые пришли, отложили все свои дела, и еще проголосовали рублем и копейкой за то, чтобы прийти к тебе на концерт? О чем, собственно, ты? Что ты хочешь сказать? Насколько емкий и сильный твой посыл и месседж? Для чего ты вообще живешь и для чего ты выходишь на сцену? Вот эти все вещи, они для меня очень важны, очень ценны. И я стараюсь максимально осознанно, каждый свой шаг на сцене, понимать, для чего, зачем. Наши славянские земли вообще переживают не самые легкие времена. Не первые в нашей истории подобные. Возможно, даже не последние, к сожалению. Но тяжелые времена. Сложное время. Жизнь вообще простой не бывает. Жизнь — это сложная вещь, и понимать духовные законы уже шажок к тому, чтобы было как можно меньше таких испытаний. Но повторюсь, я об этом говорил раньше, что человечество теряется в смыслах, теряется в ориентирах. Погоня за материальным, за деньгами, погоня за соревновательным каким-то моментом, непонимание глубоких духовных, большинственных законов приводит к тому, что имеем то, что имеем. Имеем конфликты, имеем войны, имеем жадность, имеем борьбу за ресурсы, расталкиваемся локтями, не понимаем единства своего человеческого. Получаем замечательную оплеуху от нашей... Как объяснить? Вот так объяснять через наше с вами интервью, через концерты, через слово понемножку, по миллиметру, каждым словом стараться объяснять. Другого способа у нас с вами нет. Будем политиками, будем знать больше, будем, может быть, принимать какие-то более радикальные движения. Но мы с вами творческие люди. Мы музыканты на своем месте, музыкой, через музыку, понимая глобальные процессы, которые происходят во Вселенной. Это не только земной процесс, это вообще процесс Вселенной. Понимая божественную природу всего, мы должны об этом говорить. Говорить о том, что человек, опомнись, подумай, что ты не один, что все люди на самом деле равны, на тонком плане равны. Да, в делах мы разные, мы разные деятельности занимаем, но вот это единство, что человечество едино и может потерять землю как вообще, как место обитания, что можно уничтожить самого себя, можно просто поставить большой жирный крест над самой цивилизацией, на жизни, на продолжение этой жизни. Это вот, пожалуйста, грани такие подходим. Тут тебе ядерное, как бы, вот это накопление, которое существует, тут и разброд и шатание в умах, тут и отмена глобальных традиционных ценностей, здесь мнимое, совершенно фейковое понимание об информации и так далее, и тому подобное. Здесь столько, на самом деле, потерянности у человечества, что все события, которые вокруг нас происходят, глобальные, политические, знак, щелчок и оплеуха сверху, что опомнитесь, определитесь, успокойтесь, остановитесь, подумайте, куда вы катитесь. Цивилизация, на самом деле, идет в тупик, и об этом нужно понимать и знать. Музыка выведет из тупика? Да, музыка в этом процессе, музыка занимает не последнюю роль. Искусство в целом? В целом, потому что это к душе, это отвлечь от всего и сказать, что есть высшие совершенно смыслы, есть высшее понимание, есть, повторюсь, божественный, удивительный язык, есть великие законы духовные, которые писались священными книгами по пять тысяч лет назад, уже есть заповеди, есть определенные совершенно рамки, в которых должен жить человек. Если из этих рамок ты выходишь, ты теряешься, ты сам себя уничтожаешь. То, что мы и наблюдаем, мы наблюдаем совершенно проблемы западного мира, мы видим отмена ценностей, мы видим совершенно разброт и шатание в головах, мы видим нарушение традиционных ценностей, семейных и человеческих, безумную жадность, совершенно потерянность в ориентирах. Все это проблемы, это вызовы. И сейчас славянский мир, православный славянский мир, столкнулся с этим. И именно задача сейчас здесь от нас, насколько мы будем собраны, насколько мы будем понимать все, насколько мы преодолеем и поможем миру выкарабкаться из этих проблем. За нами смотрит еще остальная часть мира, не менее большая. Что, как, как Россия в этом противостоянии будет держаться. Как великий славянский народ, как православное братство во всем мире соединиться и в единой молитве преодолеет вот эти вызовы. Мне кажется, преодолеет. Мне кажется, что энергия созидания добра и дальнейшей жизни все-таки с нами. Для этого выступайте чаще. Спасибо. Распространяйте эту энергию, она нам действительно всем нужна. Да, да. Так что, друзья, давайте будем с музыкой. Покупайте детям гитары. Говорю, видеться давайте на концертах. Вот вы сейчас прям вот... Я начал думать, хорошо? Да. Так что, ну, я Дидюля, буду рад всегда видеть, рад встречаться. Всегда приятно быть в Белоруссии. И, конечно же, Витебск удивительный город, наполненный фестивалями, наполнен энергией. И до новых встреч в следующем году. Спасибо огромное. Спасибо вам. Удачи вам. Взаимно. Взаимно. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.